В Екатеринбурге на уроке физкультуры первоклассник получил обморожение рук. О произошедшем с ее сыном рассказала мать мальчика в группе ВКонтакте «Черный список». По словам Екатерины, физкультура накануне была последним уроком у ее семилетнего сына. Выходя на улицу, где его одноклассники катались на лыжах, мальчик забыл вранцы свои варежки, о чем, по его словам, сообщил учителю, но тот то ли не расслышал, то ли не придал значения словам ребенка. По словам матери, ее сын не вставал на лыжи, но все 40 минут провел на улице, играя с другими ребятами. А когда за первоклассником приехал его отчим, мальчишка уже рыдал. Обе его кисти были фиолетовыми, а когда он сел в машину, кожа начала покрываться красными пятнами. В девятой детской больнице, куда мать привезла ребенка, у пацана диагностировали обморожение обеих кистей рук первой степени на площади примерно в половину процента поверхности тела. В медицине принято считать поверхность кисти за 1%. Таким образом, обмороженными оказались примерно четверть каждой из кистей. Уточнив обстоятельства, при которых произошло обморожение, врачи предупредили женщину, что обязаны сообщить об этом инциденте в правоохранительные органы и обнадежили, что такое обморожение при соответствующем лечении должно пройти без последствий. Екатерина считает, что руководство школы или конкретный учитель должны быть наказаны за то, что допустили травмирование ее сына. В интервью городскому порталу Е1 она заявила, что с самого поступления ее сына в первый класс она находится в конфликте с руководством учебного заведения. Дело в том, что семья Екатерины живет в пригородном поселке Красногвардейском. Ближайшая от них школа как раз та самая 98-я в поселке Садовом. По закону детей из Красногвардейского в Садовый и обратно должен возить специальный школьный автобус. И он есть. Но уже несколько месяцев школа не может найти на работу водителя этого автобуса, а потому дети вынуждены добираться на уроки рейсовыми автобусами. Вероятно, из-за постоянных требований пустить школьный автобус учителя школы, по предположению Екатерины, так прохладно относятся к ее сыну и еще нескольким детям неуступчивых матерей. В самой школе это предположение отвергают, заявляя тому же Е1, что до появления новости в соцсетях они даже не знали об инциденте с первоклассником. Классная руководительница уверяет, что во время злополучного урока учитель физкультуры был с ней на телефонной связи постоянно. На улице было тепло, всего минус 4 градуса, но за время урока двое детей замерзли и попросились в класс. Физрук немедленно отвел их в школу. Но этот мальчик послан классной руководительнице не обмолвился, что ему холодно. Ничего не сказал он и когда его забирал из школы отчим. А ведь это тоже делается под контролем классного руководителя. Известие об обморожении первоклассники повлекло внутреннее педагогическое расследование в школе. Своё расследование начала и полиция, и прокуратура.